Честный знак Ну что ж, у нас в гостях, как всегда, три участника, которые должны отвечать на вопросы. Давайте с ними скорее познакомимся. Участник номер один – Вазген. Поаплодируем Вазгену. Ой, брат. Ой, брат Вазген. Как сам, брат? Все нормально, брат. Ты как, брат? Ты как, брат? Брат, ты как? Я помню, помню. Бежение вот это. Бежение, да. Как твоя жизнь братская, брат? Как дела, брат? Как сам? Да, ну как дела, дела как, делишки. Нормально. Нормально, все, Вазгену поаплодируем. Нормально, нормально. Участник номер два – ой-ой-ой, дай бог не ошибиться. Перфирий. 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 Поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите точно, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Порфирий. Порфирий. Порфирий, да. Очень приятно. И я к вам не с пустыми руками. Боже мой. Да, я привез патиссоны. Ой, как интересно. А как это вы так шли на громкую викторину, а должны были на поле чудес? Вы ошиблись павильоном. Какие патиссоны вы привезли? Поверьте на слово. Хорошо, поаплодируем Порфирию. И наш участник номер три – это Антон. Блестящее имя, я считаю. Поаплодируем Антону. Привет, привет. Извините. Да, да. Все-таки Антошка лучше. Антошка. Хорошо, Антошка. Ну что ж, чтобы перейти к первому вопросу, нам нужен первый ответ. А ответы сегодня дает Андрей Рожков. Итак, Андрей, первый ответ. Валенок. А? Ва-ле-нок. Валенок. Что выкидывают на улицу, чтобы погадать на жениха? Категория приметы. Что выкидывают на улицу, чтобы узнать, откуда придет жених? Кто-то нажал на кнопку. Пати-пати-пати, слоны. Порфири. Это знает Старый Млад. Старый Млад. Да. Что же? Чтобы узнать, откуда дует ветер, надо облезать палец? Ваш ответ? Мой ответ – палец. Палец. То есть, по-вашему, собираются молодые девицы. Для начала решают, кому из девиц отрубят палец. Ну, то есть, кому нужнее всего жених. Потому что после того, как отрубили палец, жених прям нужен. И… Нет, не отрубленный палец. Приделанный. После этого они выкидывают палец, куда ноготь. Посмотрел – оттуда жених и придет. Правильно? Порфирий, к сожалению, это неправильный ответ. Нет? Это неправильный ответ. Это черт. Наш трубач играет для вас. Нет, это неправильный ответ. Со мной играй тоже. Вы нажмите на кнопку. Вазген, я же не вижу. Ты этот вопрос задавай. Вазген, вопрос же уже прозвучал. Что выкидывают на улицу, чтобы узнать, откуда придет жених? Э! Э! Я понял. Вазген, вам не хватает интонации? Что же выкидывают? Кто? Что? На этом этапе проблемы, Вазген. Что? Кто? Черт, задавай вопрос. Какой ты? Не называй меня черт, Вазген. Ты вообще вопрос задал. Я тебе вопрос задал четыре раза. Что выкидывают на улицу? Что четыре? Что четыре? Ты только что повторяешь четыре... Мы уходим на небольшую рекламу. Черт! Слышишь ты, что ты меня раздражаешь, а? Что? 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 Четыре раза спросил. Что? 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 Да ты-то понял, Антошка, стой там. Я Додо пиццу заказал полчаса назад, она уже приехала. Ты все еще стоишь, тупишь. Показать тебе? Показать, сука? Стой, покажу тебе. Покажу тебе. Смотри, пожалуйста. А вот она и приехала. Смотри, приехала. А, понюхай. Вкусно пахнет, вкусно пахнет. Вкус классно. Руку положи. Теплое. Теплое, потому что я уже жрать хочу, пока вы здесь вопросы угадываете. Ответь на вопрос. Что выкидывают на улицу, чтобы узнать, откуда идет жених? Моя пицца вся. Четыре. Четыре что выкидывают? Тот четыре. Порфирий, отойдите. Просто скажи валенок, и ты победил. Подразнил получается. Ну что ж, мы вернулись после небольшой рекламы. У нас потрясающая дружеская атмосфера. Четыре сыра, что ли, ответ? Четыре сыра. Там это, сулугуни. И три еще. Ты говоришь, четыре? Вот туда ушел? Ну что ж, я, к сожалению, вынужден это сделать. Смотрите на канале СТС. Новый концерт уральских пельменей Физкульт Кювет. Ты... Нет, Вазген, это неправильный ответ. Я больше не буду, простите, пожалуйста, но я выполнил все условия. Нервничай. Я не нервничаю, Вазген, у нас дружеская атмосфера. Антошка, вы нажимали кнопку? Да. Так говорите. Во-первых, Антошка. Антошка, а я, как по-твоему, сказал? Дело в том, что так много всего произошло. Может, еще раз повторить вопрос? Скажите мне, что... Что? Что выкидывают на улицу, чтобы увидеть, откуда же идет жених? Есть ответ, Антошка. Я все это проанализировал, а я Милова узнаю по походке. Выкидывают, по-вашему, Милова. То есть собираются барышни. Что? Что? Они выкидывают Милова и ждут второго. Куда башкой упал, второй оттуда и придет. Он упал? Так и меняют. Это неправильный ответ. Идет. Кто идет? Ты говоришь, кто идет? Это трубачка, бальзам на душу. Эй, черт, кто идет? Жених. Жених? Жених. Куда идут? Четыре. Что выкидывают на улицу, чтобы увидеть, откуда придет? Что увяжут, чтобы жених идет? Что выкидывают на улицу, чтобы увидеть, как кто придет? Секунда. Порфирий! Да, Вазгин. Вот эти там три сестрицы. Так. Под окном. Под окном. Пряли. Пряжу, пряжу. Нет, не пряжу, нет. Пряли поздно вечерком. Не получилось, это неправильный ответ. Антошка, да я же вижу, просто Вазгин был первым. А теперь отвечаете вы. Валенок. И это абсолютно правильный ответ. Ну что ж, впереди нас ждет финальный раунд. И мы прямо сейчас получаем финальный ответ. Ну давайте попробуем растворитель. Вопрос звучит так. Чем лучше всего вывести пятна краски со штанов? Пати-пати-патисоны. Опытный человек Порфирий точно знает ответ на этот вопрос. Пати-пати. Отбеливателем. Отбеливателем. Да, пятна лучше выводить, а лучше пятна выводителем, да. Как будто ответ Порфирия логичнее, чем подразумевает наша программа, но это неправильный ответ. К сожалению, это неправильный ответ, да. Пифагор. Пифагор. Конечно, потому что его штаны во все стороны равны. Если тут запачкался, переодел, и все. Нет, это неправильный ответ. Хотя, это лайфхак. Чем лучше всего выводить пятна краски на штанах? Вазген, вам комфортно? Вам коктейль не принесли? Пятна от зажигалки. Что будете заказывать? Чего вы как на баре стоите? Вазген, вы нервничаете? Я тоже сейчас начну нервничать. Штаны. Чем лучше всего выводить пятна краски со штанов? Штаны. 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 Шта... Вопрос штаны. Не может быть вопрос штаны. Я спрашиваю, чем? Зачем? Чем? Лучше всего выводить пятна краски со штанов? Чем... От штанов. Штаны. Чем штаны? Да, Порфирий. Ведьмой. Что? Пятна лучше от штанов ведьмой выводить. Я не знаю. Бабке надо звонить. Ну, пятна... Не выводить из штанов дьявола, а выводить всего лишь пятна краски. И все. Пятна краски. Ну, конечно, Порфирий, вы уже, ну... Ну, пятна краски чем выводить? Ну, чем выводить? Ацетоном. Ацетон. Как пример, но это неправильный... Лайтспиритом. И это... А это что? Обесширивателем. Я столько лет прожил, я в душе не знаю, чем выводить пятна краски от штанов. Другой краской. Это неправильный ответ. В цвет штанов. Неправильный ответ. Ну, а чем? Это неправильный... Стиральным порошком. Неправильный ответ. Все, помолчи. Да, Антошка? Охра. Ножницами! Что охра? Какого цвета у вас штаны? Да я не спрашивал, кто цвета штаны. Не может быть вопрос, какого цвета штаны. Эй, черт, я твою... А? Давай, брат. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что, эй, черт, видишь, тут другие эти... Да. Нужно купить такие же штаны. К сожалению, ответ одно слово. Это неправильный ответ. Да, Антошка? Можно я отвечу на вопрос? Не чем, а как? Как? Мамой. Что мама? Мама может вывести пятна со штанов. Чем? С чем? Мама чем? Пятна выводителя. Такой ответ уже был. Уже был. Это неправильный ответ. Надо просто знать, чем выводить пятна со штанов. И, конечно, краски. Важно, краски. Эй, черт, я приехал. Вазген, вы доехали до нас. Вазген, вы на правах вновь пришедшего участника. Я задам вопрос только вам. И вы должны дать ответ. Напомню, что на кону победа. Чем? 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 Лучше всего? Всего? Лучше всего? Вазген. Вазген. Лучше всего? Лучше всего? Лучше всего? Всего? Выводить? 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 Чем лучше всего выходить? Чем лучше всего выходить? Чем лучше всего? Рэпом! Вот так? Чем лучше всего выходить? Выводить! Пятна краски со штанов. В наушниках уже нет смысла! Порфирий, вы можете без наушников. Отлично! Я попытаюсь угадать! Вы знаете вопрос? Антошка? Снимите наушники, они вам тоже не нужны. Снимите. Они вам тоже теперь не... Нет-нет-нет, ты стой! Ты стой! Ну что ж, господа, вот мы играем в открытую. И прямо сейчас я задаю вопрос. Чем лучше всего выводить пятна краски со штанов? А было слово растворитель? А Порфирий был первым! Растворитель! Это абсолютно правильный ответ! И в нашем шоу без наушников и все равно проигрывает. Антошка побеждает Порфирий! А мы увидимся с вами ровно через неделю. Пока! Здравствуйте, дамы и господа! В эфире ваше любимое шоу «Громкая Викторина»! И сегодня у нас прекрасный женский выпуск. Скорее всего, я совсем не буду ругаться на наших участников сегодня. Давайте с ними скорее познакомимся. Участница номер один – Ангелина. Ангелина, здравствуйте! Здравствуйте, поаплодируем Ангелине! Ангелина! Ох, Ангелина! Ну, раз у нас женский выпуск. Скажите, у вас есть супруг или, может быть, молодой человек? Ну и Ангелина, кстати. Как неожиданно, Ангелина решила познакомиться. Мы знаем, Ангелина! Скажите, у вас есть муж или молодой человек? Пока Ангелина вспоминает, мы познакомимся с Ярославой! Поаплодируйте! Вы уже поболтали со мной? Ярослава, да? Ярослава? Да, Ярослава. По-моему, Ярослава. Ангелина, я с вами уже не разговариваю. Ярослава, здрасте! Скажите, а у вас есть супруг или молодой человек? Вы одинок? Да, у меня есть и супруг, и молодой человек. О, это отлично! Мы все надеемся, Ярослава, что в одном лице поаплодируем, Ярославе. А он тебя слышит? Он? Да. Она тебя слышит? Она меня не слышит. А как я сказал, есть и супруг. Сейчас мы подтвердим... И молодой человек. Сейчас мы подтвердим нашей гостье, что никто ничего не слышит. Наши участницы, смотрите вперед. Смотрите вперед. Смотрите вперед. Что вы делаете? Смолонька слышит. Смотрите вперед. Не крути башкой. Я тоже порчу могу снимать. Ну, Ангелина, я думаю, проверять не надо. Смотри вперед. Ярослава. Стой на месте. Ярослава. 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 Ангелина, хватит. Хватит снимать со всех порчу. И давайте познакомимся с нашей третьей участницей. Это Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, почему у вас такой низкий голос? Почему у меня низкий голос? Да. Я жрица любви. Я только что с работы. Все, понимаю, Ольга. Такой голос. Что за вопросы? Ольга, у вас есть... Да, господин ведущий. А почему у вас такой ублюдская форма лица? Я же не спрашиваю. Оль, помолчи, пожалуйста. Помолчите, пожалуйста. Вы вопросы давайте. Он слышит тебя. Ну не может быть такого. Но это прекрасный шанс. Он так читает по губам у тебя. Кать, ты можешь сказать сейчас все, что угодно ему. Он меня не видит. Но он же тебя слышит. Оль. 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 Да. Прекрасная ведущая. Как дела? Так. Что так? Как дела? Все в порядке. Монопененструально. Еще раз. Монопененструально. Будем ругаться? Нет. Он все слушает. Ей нужен писсуар. И не читает по глазу. Нет, оставайтесь там. Вы гораздо приятнее. Я могу порчу на нее накинуть. Я же сбрасывала. Удачи. Ну, что делать? Не бросай в меня. В него бросай. В Ярославу. И как ведущий, напомню вам, что я скажу любое слово, которое придет мне в голову. А я знаю, какое это слово вы хотите сказать. Вам нужно будет придумать вопрос, ответом на который будет то самое слово, которое я скажу. И после этого участницы начнут играть. Это же женский выпуск. Давай меняться, ну нафиг. Я думала, просто слово скажешь. Ага. Не тут-то было. Любой умеет. Ага. Накидала, пока вас не было. Мы приступаем к нашему первому раунду. И чтобы я задал первый вопрос, нам нужен первый ответ. Катя, любое слово. Ну, он сейчас услышит. Давай я тебе напишу. Дело в том, что чтобы игра состоялась, это слово должны знать наши телезрители и наша аудитория. Хайлайтер. Итак, сегодня серьезная игра по серьезным правилам. Ни-ни, чтоб никто, потому что сегодня за нашим шоу наблюдает проверка. Проверка. Если что-то вдруг не так пойдет, канал сменят. Вопросы будут сегодня. Мы переходим к первому раунду. И первый вопрос звучит так. Это сейчас первый вопрос будет. Чем девушки обычно делают глаза поярче? Наверное, это не то. Но Ярослава знает ответ. Да. Это очень легкий вопрос. Чем же обычно девушки делают... И ответ на него... Купальник. Купальник. Безусловно, чтобы сделать глаза. А вы понимаете, глаза поярче, да? От Ярослава мужской ответ такой. Нужен купальник, да? К сожалению, Ярослава, это неправильный ответ. Нет. Секунда. Я просто проверю. Живая. Да, все нормально. Мы можем продолжать. Я ничего не понимаю. Я поняла только чем. А что чем? Ангелина, чем? Чем, это я поняла. Ну, обычно, обычно. Чем обычно? Девушки. Что чем обычно? Девушки. Я как будто не самые ключевые слова пока поняла. Чем обычно, а дальше вариантов. Девушки. Девушка же ты. И ты девушка, и ты женский выпуск. Чем обычно девушки делают глаза ярче? Глаза, глаза. Чем обычно ярче? Да. Яр. С сексом. А все остальное дешевый суррогат. Не с сексом. Эх, как хочется засчитать, согласитесь. Но, к сожалению, нет. Это неправильный ответ. Неправильный ответ? Это неправильный ответ. Я яром. Там, короче, вариантов ответов на самом деле очень много. Интересует ответ. Ярослава, интересует ответ на... Либо тени. На английском языке. Либо тушь. Ваш ответ? Ну, чем девочке делать глаза ярче? Чем? 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 Руками. Руками. Ответ Ярославы руками. Поспорить с этим сложно, но это неправильный ответ. Ну, я просто попробую. Первой была Ольга. Послушаем Ольгу. Ну, если ты так этого хочешь, я отвечу тебе. Ответь. Это хайлайтер. И это абсолютно правильный ответ. Ольга набирает первый балл. Самый первый балл. Ну что, мы двигаем... Как догадалась? Смотри, какая у меня большая голова. Так. А там мозг. Так. Я предлагаю сделать так. Мы просто заменим нашу участницу Ольгу на участницу Екатерину, чтобы проверка убедилась. Да-да-да. Екатерина, становитесь, пожалуйста. Хайлайтер. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Итак, у нас впервые в истории программы замена участницы. И наша новая участница Екатерина. Давайте с ней ей поаплодируем. И, конечно, по традиции нужно познакомиться. Екатерина, простой вопрос. Чем вы сегодня завтракали? Какой-то сумасшедший, который разговаривает сам с собой. Нет, я согласна. Музыка орет. Просто мне... А нет, мы уже не согласны. На дело! Ходит она, проверяет, как на заводе в берете. Нет, ну мне просто интересна ассоциация. Все, все, Екатерина, все. Ольга, я потом поговорю. Все, Екатерина, конечно, мы все потом обсудим. Ну что ж, наша новая участница Екатерина. Екатерина, вы готовы к игре? Я Екатерина, новая участница. Абсолютно верно. Готовы ли вы к игре? Не понимаю. А как же так, вы не понимаете? Готовы ли вы к игре? Я ни черта не понимаю, что он плачет от меня. А вот это проверялось. Ну правда. Ну я жена там. Поехали. Мы переходим ко второму раунду. И второй вопрос. Для этого нам нужен ответ. Ну давай, Арс. Я напомню, меня зовут Ольга. Я жрица любви и снималась в фильме Сорокины. Слово «ресфедер». Ресфедер. Прямо сейчас для вас, дорогие телезрители. Ольга быстренько объяснит, что такое ресфедер. Ресфедер – это такие щипчики для выщипывания бровей. Даже некоторые женщины в зале не понимают, что объясняет Ольга. Но Ольга и опытная женщина. Итак. Второй вопрос звучит так. Второй вопрос звучит так. Больше всего шансов, кстати, у Екатерины. Как называются специальные щипчики, чтобы выщипывать брови? Как называют специалиста по выщипыванию бровей? Так. Бровист. Ну, нам бы очень хотелось сказать вам на ваш ответ «бровист», но так не будет. Нет, это неправильный ответ. А вопрос уже задавали? Екатерина, конечно, вопрос уже был. А можно повторить? Я профукала. Безусловно, конечно. Для вас не вопрос. Как называются специальные щипчики для выщипывания бровей? Специальные. Название своеобразное. Скорее всего, ты должна знать. Ангелина, давай, подруга. Давайте пробовать. Да. Говядина. Говядина. Берешь говядину, правильно, и выщипываешь. Я отвечал на вопрос, как называют мясо коровы. А-а-а. Это плохо, Ангелина, что вы отвечаете на свои вопросы. Нет, это неправильный ответ. Неправильный. Яяра, жена, да яра. Ярослава. Пинцет. Пинцет. Этот ответ очень близок. Дело в том, что у этого пинцета... Пинцета, пинцета, есть... Щипчики. ...своеобразное название. Это не щипчики и не пинцет. Щипчики. Нет. Екатерина. Спасибо, Трубачу. Екатерина, может быть, у вас есть ответ на вопрос? Ты же дергаешь... Чем? Ты... Вы же брови. Открой секрет. Ну, брови дергаете. Брови? Ну, дергаете. Выщипывают. Пинцет. Ну, это называется по-другому. Чем? Чем? Это называется по-другому. По-другому. По-другому? Конечно. Выщипывание бровей по-другому? Нет. Чем вы выщипываете брови? Опять чем? Вы говорите, опять чем? Да. Пинцет. Зачем? Зачем? Нужно нажать на кнопку и дать ответ. Да. Пинцет, рисфедер. Что делают-то? Выщипывают, красят брови. Ваш ответ. Пинцет. И это неправильно. Рисфедер. Надо нажать на кнопку. Рисфедер. И это абсолютно правильный ответ. Каким насчет? Зачем? 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 Ты показал, показал. Ты показал? Нет, рисфедер. А с вами мы увидимся через неделю. Пока. Моха. Как? Рисфедер? Нет. Не рисфедер был? Рисфедер, рисфедер. Но ты показал. Ты показал, ты знаешь, что она от нас знает ответ. Ну, так для нее и был вопрос. А я думал, говядина. Не, ну слушайте, это круто. Ни хрена не понятно, но было весело. И это сложно. Взяла один вопрос. Ой. На часах три часа ночи. А это значит в эфире ваша любимая громкая Викторина. У нас в студии, как всегда, три участника, которые должны отвечать на вопросы. Давайте с ними скорее знакомиться. Участница номер один. Очаровательная Ева. Ева, здравствуйте. Ева, расскажите, пожалуйста, кем вы работаете. Расскажите. Всем телезрителям интересно, кем вы работаете, как вы зарабатываете на жизнь. Добрый день. Я Ева. Очень приятно. Ева. Ева решила еще раз представиться. Может быть, она просто не услышала вопрос. Кем вы работаете, как вы зарабатываете на жизнь? Вы оспариваете, что я Ева? Никто в этой студии не оспаривает, что вы Ева. Вы же пришли, прикрытая только виноградными листьями. Кто это на мне? Нет, нет, нет. Ева, работаешь ты кем? Работаю? Да, кем работаешь? Кем я работаю? Да, Евочка. Первая женщина. Кем? Первая женщина. Первая женщина. Ева никогда не договаривает. Первая женщина на деревне. Поаплодируем Еве. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас, конечно же, есть участник номер два. И сегодня это таинственный мистер Же. Здравствуйте. 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 Мистер Же. Мистер Же, может быть, вы приоткроете завесу тайны и скажете ваше настоящее имя? А вы со мной так не разговариваете. Простите, простите. Ну, все-таки. Я прощаю. А имя? Имя скажете? Скажите имя, пожалуйста, настоящее. Мы не можем мистер Же написать. Хватит шептать. Я не шепчу, говорю. Если ты мужчина, скажи громко. Настоящее имя. Ещё громче. Настоящее имя. Чьё? Моё? Ваша, не Ева же. Моё имя. Хотя Ева тоже псевдоним. Моё имя. Мистер Же. Мистер Же. Мистер Же. Мистер Же. Поаплодируем. Мистер Же. И участник номер три. Наш старый знакомый. Иннокентий. Здравствуйте. Кем вы работаете? Кеша, кем работаешь? Кем работаешь? Да, кем работаешь. Я режиссёр дубляжа. Кого вы озвучивали? Кого я озвучил? Я просто режиссирую дубляж. Я говорю, ты вот озвучивай Анжелину Джоли. А ты вот говорю, не озвучивай Анжелину Джоли. Интересная работа. Поаплодируем Кеше. Ну что ж, мы познакомились с участниками. А значит, мы можем начинать. Первый раунд, первый вопрос. И чтобы он состоялся, нам нужен первый ответ. Александр, любое слово. Ну, давай по кухне пройдёмся. Давай. Пицца-шкаф. Это печка, где печётся пицца. Итак, первый вопрос звучит так. Где может спрятаться и любовник, и четыре сыра? Мне кажется, мистер же был первым. Мистер же, вы нажали на кнопку. Мистер же. Мистер же. Мистер же, вы спрятали. Ответ очевиден. А я очень не виден. Мистер же исчез. Собака. То есть в собаке может спрятаться четыре сыра. Это да. Но любовник. Мистер же, это неправильный ответ. Нет. Это неправильный. Это неправильный ответ. Не собака. Повторите вопрос. Что я вам? Просто повторите вопрос. Конечно. Где может спрятаться и любовник, и четыре сыра? Да, мистер же. В шкафу. Или на балконе. Но лучше в шкафу. Смотрите, вы ответили шкаф. Но в шкафу может спрятаться только любовник. А где может ещё спрятаться и четыре сыра? Подскажите мне одно слово из вопроса, и я сразу отвечу. Где? Зачем? Где? С чем? Где? С чем? Где? С кем? С чем? Ева, это разговор... Кивните, если я права. Ева, это разговор под бутератом. Я не понимаю. Вопрос. Где? С чем? Где? С кем? С чем? Где? Где? С чем? Где? Вот. Я права? Но кем с чем-то, я тебе говорю, где? Где? Может спрятаться? Спрятаться. Может спрятаться. И любовник. И четыре сыра. Да. Шкаф. Но мистер Ж уже же так отвечал. И это только половина ответа. Шкаф это неправильный ответ. Кто бы... Кеша был первым. Я? Да. А, возможно, это загадка с подвохом. Конечно. Да. Может быть, это варежка, любовник и четыре сына? Типа, поняли, да? Кеша, что это за любовник, который, когда идет, так сказать, развлекаться, берет с собой четыре сына? Дети, пойдемте, я покажу вам, как это делать. Там четыре сына. И вдруг муж возвращается, а они... Мистер Ж. Детишки в шкаф. Мистер Ж. Это неправильный ответ. Неправильный? Неправильный ответ. Мистер Ж, вы были следующим. Любовник и... Четыре сыра. Это пицца? Пицца. Любовник. Это он. Так. В духовом шкафу. Ну, в духовом шкафу. Это там же не готовят пиццу. В каком шкафу готовят пиццу? Просто. Итак, ваш ответ. Это что, получается, реально сложная загадка, что ли? Вы в натуре не можете угадать. Я прошел громкую викторину. Они же... Они могут снять наушники и один хрен не победить. Это не работают наушники. Работают. Это я, мастер. В них нет смысла. Какой может быть шкаф, где можно приготовить и пиццу любовника спрятать? Ну, какой вот шкаф? Вот какой? Ну, там готовят. Что? Пиццу? Ну, значит, ваш ответ, мистер Ж. Пицца-шкаф? И это абсолютно правильный ответ! Вот, ты угадал? Друзья, мистер Ж правильно ответил на вопрос. А это значит, что мистер Ж заработал один балл, но у нас впереди финальный раунд. Финальный раунд? В котором можно заработать сто баллов. Итак, финальный раунд, финальный вопрос. Нам нужен финальный ответ. Ну, вилка. Вилка, конечно, конечно, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это будет тот самый вопрос, на который обычно отвечают, что-то я одноглазых здесь не вижу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 кто же из вас победитель? Победитель получит пиццу-шкаф. Просто ответьте, если в правой руке у вас нож, то что в левой? Вы уже задали вопрос? Ж. Да, мистер Ж. Шкаф-пицца. Перестаньте переставлять слова в первом правильном ответе. Перестаньте. Перестаньте. Это неправильный ответ. Вы вопрос слышали? Вы говорите тот же вопрос. Неправильный ответ. Неправильный ответ. Ева, в первом успех... Мы уходим на небольшую рекламу. Я же вопрос пять раз уже сказал. Пять раз сказал вопрос. Пять раз задал вопрос. Ну, если в правой руке нож, то что в левой? Где вопрос? Хорошо. Я вам тогда задам правильный вопрос. Пока телезрители не видят. Чем нужно получить в глаз, чтобы не опозориться? Вот такой вопрос. Чем что? Чем получить в глаз, чтобы не опозориться? А в нашей передаче может быть вопрос, чем нужно вытирать? Кеша, в нашей программе могут быть какие угодно вопросы. Какой угодно вопрос? Но вопрос, чем нужно вытирать... Да в чем вопрос? Такого вопроса нет. Чем нужно вытирать жопу? Нет! В чем вопрос? Вы сказали, чем нужно вытирать жопу? Вопрос в чем? Я понимаю, что вопрос очень подходит к вашему имени, но нет. Нет, это не так. Вопрос в том, чем нужно получить в глаз, чтобы не опозориться? Вытирать жопу. Нужно вытирать жопу, чтобы не опозориться. Перестань это говорить. Жопу слышал? Ну скажите, в чем вопрос, умоляю. Чем? Нужно получить в глаз, чтобы не опозориться? Чем? Чтобы не опозориться. Чем? Чтобы обозориться. Не обосраться? Чтобы не опозориться. Мы уже ухво выходим с рекламы. Ну что ж, дамы и господа, мы продолжаем нашу викторину на кону пицца-шкаф. Итак, я повторю наш вопрос. Если в правой руке нож, то что в левой? Ты другое говорил. Я ничего другого не говорил. Да просто повторите вопрос! С кем вы разговариваете все время? С телезрителями! На них просто скажите вопрос! Я не могу тот вопрос задать при телезрителе. Там никого нет! Эту передачу никто не смотрит! Просто повторите вопрос! Смотрят, Ева, смотрят. Если в правой руке нож, то что в левой? Не смотрите, на нас смотрите, на нас смотрите. Я не могу, это же мои любимые телезрители. Это там вымышленные телезрители. Да, мистер Жен? Вилка! И это абсолютно правильный ответ! И в нашу шоу повязает мистер Жен! А с вами мы увидимся ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова